Привет, я Катечка Джи, и это мое шоу в постели с Катечкой Джи. Сегодняшняя тема – женская дружба. Че за шкура на моей шкуре? В смысле? Смотрите, мужики, вы или пи***ете, или слушайте меня, потому что я для кого-то здесь рассказываю. Поехали. Четыре вида выноса мозга. Первое – вынос мозга по какому-то конкретному случаю. Типа, Коля, а мусор кто у нас выносит? Просто я не нанималась мусоровозкой, да, выносить мусор. Я мою посуду, да, а ты выносишь мусор. Мусор можно было выносить, он бы сам себя вынес, да, но у мусора нет ножек, Коля. У тебя нет мозга, а у мусора нет ножек, чтобы вынести мусор, Коль, я прошу тебя. Одна причина, и все люля, которые выпало, люля – это еда. Пиздюли, как заменяется. Второе – вынос мозга оптом. Пример. Коля, а мусор не вынес, да, опять? И мусор не вынес, и прибуханный, да, опять лежишь. Ну, бухать – это твое, ты бухаешь каждый день. Значит, когда мама мне говорила, что ты импотентом, скорее всего, станешь, потому что и в постели ты тоже полный ноль. То есть мужик огребает за все. Женщина, как бульдозер, собирает все проблемы, которые она вспомнила в своей личной жизни. Это второй тип. Заботливый вынос мозга – это третий тип. Обычно любящая жена говорит мужу такие вещи. Дорогой, ну, ты только осторожней там на рыбалке, потому что у тебя поясница, ты помнишь, да? Чтобы как в прошлый раз не получилось, давай, я тебе вчера же намотала этот пояс из собачьей шерсти. Ты давай езжай, ну, пожалуйста, будь осторожней, потому что тогда получается, что все мои усилия напрасны. Я стараюсь, стараюсь, а ты все портишь и портишь, да? Я стараюсь, чтобы ты прожил подольше, а ты, видимо, собрался помирать пораньше, да? На самом деле оно того не стоит. И рыбалка твоя того не стоит. Лучше я остался бы дома. Если бы ты меня любил, ты бы остался дома. Ну, ты езжай, конечно. Потому что меня никто не любит. Ну, то есть вот этот заботливый вынос мозга всегда оканчивается либо ультиматумом, либо какой-то просьбой, которую мужчина не может не выполнить. Но самый мой любимый, это четвертый вид, это вынос мозга авансом. Ну, например, Коль, собирайся, да, едем к Ивановым. Давай, чтобы только не как в тот раз, да, когда мне было ужасно стыдно. Коль, не надо, было стыдно. Ты либо рот свой затыкай, да, когда ты... Шутки эти твои никому не смешны. Давай больше так не делай. Чтобы я не видел, чтобы ты не плясал. Сидел, чтобы у меня был нормальный муж, да, а не вот это то, что мне подарила матушка природа. Все, Оль, замолчи. Давай проведем хороший вечер. Никакой хороший вечер они не проведут. Поэтому, мужчины, давайте честно, я открою вам секрет. В споре с женщиной априори побеждает женщина. Это такие правила спора. Я сделала такие правила. Три? Я не знаю, как-то их убедить, что такие правила существуют. Такие правила существуют. Женщина права в споре всегда. И еще, те бабы выносят мозг. Поэтому, если ваша баба вдруг стала идеальной и перестала выносить вам мозг, поздравляю. Это больше не ваша баба. Вот и все, вот и все. Это вот я просто вам сейчас расскажу, но вдруг это куда-нибудь встанет, мы просто ее куда-нибудь запишем. Типа пишет с непонятным аккаунтом, то есть я не знаю даже кто это. Она пишет типа, привет, шлюха, что спишь с моим мужем? А я как бы ни с кем не сплю. Ну, то есть я вполне конкретно могу сказать, что нет, потому что я ни с кем не сплю сейчас. Я говорю, а кто ваш муж? Начинает дознаваться. Она говорит, ты сама знаешь, завали свои еб***ь. Такие вот вещи. Ну, это вообще не надо под запись было, потому что очень много мата. И реально, я думаю, и там какие-то вещи я поспрашивала, то есть я примерно представляю, кто это, где искать ее мужа. И я ей прямо написала, что типа, если вы не прекратите меня доставать, я реально найду вашего мужа и заеб***ю до смерти. Субтитры сделал DimaTorzok